Во времена СССР 17 апреля в соответствии с декретом Ленина отмечался День Советской пожарной охраны. Специалисты пожарного поезда станции Печора решили следовать хорошим добрым традициям и провели пожарно-технические учения. Вот это традиционная жертва, муляж Яша. Именно он должен изображать сотрудника административного здания ЭЧ-10, который отрезан от выхода огнем. Суть учения будет условно в административном здании ЭЧ-10 на первом этаже. Произошел пожар, там склады у них находятся. Будем давать вводную обслуживающим персоналам, посмотрим, как они будут действовать, правильно или неправильно. Действовали правильно тревожные сирены и к месту предполагаемого сгорания подъезжают пожарные. Норматив отправления пожарного поезда со станции 10 минут. Цистерна вмещает 150 тонн воды. В вагоне, естественно, никаких проводниц с чаем. Оборудован всем необходимым для тушения пожара. Мотопомпы, рукава, пенообразователи. 26 обученных специалистов. Стажером решили рискнуть. Он сыграл роль жертвы огня. Станиславский бы сказал, верю. Ночью улицы пустынны. Звезды светят еле-еле. Мчатся красные машины на ночной пожар. Освещая синим светом, все округу мчимся к цели. Мы хотим, чтоб до рассвета этот город спал. Ты можешь сомневаться, но все же будь уверен. Там, где дым и пламя, мы свое поднимем знамя. Пусть огонь пылает до небес. И к концу успешных учений проверка оборудования этот надувной столб легко осветит место происшествия даже в кромешной тьме. Там спешат дорогу, и тебе всегда помогут парни службы МЧС. Простые парни службы МЧС. Все это парни службы МЧС.